здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудел на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жителей нашего чудесного доброго виртуального города крылатой стало 300 тысяч дорогие друзья сейчас вечер 8 марта 9 часов я только что вернулась из гостей я отлично провела время я попела в караоке это конечно надо было видеть потому что у меня нет ни слуха ни голоса вот знаете я такой любитель музыки а так в ней разбираюсь особенно в классической музыке но к сожалению мне медведь на ухо наступил но когда наши граждане примут на грудь расслабиться всем становится тепло и хорошо и хочется петь а помните дорогие друзья в нашем детстве как были популярны застольные песни хаз булат удалой бедно сакли цыган шказа я помню всегда пели всегда все везде пели за столами старательно выводили не пропуская ни одного куплета и мне кажется что вот сейчас караоке заменила вот эту тягу людей попеть после застолья а у моих друзей как раз караоке и есть вернее не так только у этих друзей она и есть ни у кого больше нет и поэтому ни у кого больше я не пою дурным голосом но как же это прикольно и весело я хохотала все хохотали было очень душевно мы нет дорогие друзья подарили отличные подарки огромную пачку вот кофе в зернах арабика с таким знаете клапаном пахнет пачка огромная килограммовая а как пахнет из этого клапана доносится вот этот изумительный запах я очень люблю свежемолотый кофе в зернах по утрам заваривать я в кофемолке его сразу смалываю конечно не сравнится это ни с каким другим кофе и я так привыкла пить утром вот именно молотый этот кофе раньше я пила только черное вот сейчас пить стала с молоком ну конечно без сахара просто а еще мне подарили набор косметический шампунь и бальзам вот посмотрите а крупно сейчас сниму вот дорогие друзья мои сегодняшние очень хорошие нужные подарки то есть это вот набор шампунь и бальзам отличный я таким пользовалась но нету не конкретно этим а вообще и смотрите какая огромнейшая пачище кофе вот кофе жареный в зернах так чей он у нас производства не пойму я ой как пахнет пахнет кофе арабик у него клапан то есть отличный кофе здесь килограмм я обожаю свеже смолотой кофе пить я осталась очень довольна потому что эти подарки я стопроцентно использую и я думаю что в ближайшее время знаете и друзья мне особенно приятно что эти подарки адресные мы с вами уже обсуждали эту тему когда люди передаривают подарки в 10 раз и даже бывали такие случаи что подарок пройдя через 10 рук возвращался к его первоначальному владельцу к одаривающим такие случаи бывали или когда люди дарят по принципу на тоже что нам не гожим мои же друзья они прекрасно знают что я не мыслю мое утро без чашки кофе и поэтому они мне подарили хороший кофе мне хватит его надолго ну и конечно я всем уши прожужжала насчет моего месячника по уход за волосами и вот я получила хороший набор шампунь и бальзам поэтому подарки мне очень понравились а особенно конечно внимание и учитывание моих пожеланий то есть я вижу по подаркам что это внимание искренне и может от того что я езжу не часто в гости но я испытываю такой восторг мне так все нравится и я из гостей всегда возвращаюсь в отличнейшем настроении и мне конечно очень нравится вот этот сам процесс сбора в гости продумывание наряда когда я все это достаю примеряю потом глажу потом выбираю какие духи я надену в этот день ну и конечно приятно в гостях поговорить обо всем вспомнить былое новостями какими-то обменяться и кстати дорогие друзья очень интересно получилось я этот месяц официально сделала месячником по уходу за волосами а подруга по уходу за кожей с упором на коллаген любопытно получилось и она изучила этот вопрос также как я волосяной я сама тоже конечно пью коллаген но он у меня в виде желатина сухого помните я вам показывала неоднократно мою большую банку такую и еще недавно относительно я купила чай с коллагеном но он мне не пришелся ко двору потому что вот этот вкус он мне не понравился и поэтому естественно он у меня и стоит я как бы очень редко его пью а вот подруга она конечно капитально подготовилась и я ее послушала мне ее доводы кажутся верными она считает что важнее сывороток с коллагеном принимать его внутрь но я тоже всегда за этот подход за комплексный подход то есть я думаю что надо и внутрь и снаружи вообще со всех сторон и кстати жалко что я не знала о ее коллагенизации я бы привезла ей вот этот чай с коллагеном потому что у меня банка практически не тронутая она не старая ничего недавно покупала то есть отличная банка не дешевая а ей бы он наверняка подошел очень жаль и вот что она стала делать во первых она стала постоянно варить костный бульон из говяжьих костей потому что она прочитала что в день нужно выпивать примерно полстакана стакан вот этого костяного говяжьего бульона что он содержит активный белок вот знаете дорогие друзья я все чаще вспоминаю советское меню то есть небольшой какой-то салатик овощной с капустой моркови суп на говядине с костями второе и компот на классическое меню а знаете еще о чем я сейчас подумала вот я часто читаю что мои порции громадные что я ем тазами но ведь моя порция это всего 500 600 грамм а ведь даже маленькие порции обеда в студенческой столовой помните я вам рассказывала что у нас рядом была студенческая столовая и мы сможем любили там обедать там был обед как настоящий только порции меньше в студенческой столовой но и стоили соответственно дешевле и я хорошо помню эти порции салатик овощной грамм 100 супчик небольшая тарелочка где-то грамм 250 второе тоже грамм 250 там котлетка с двумя ложками картошки и компот то есть вот если приплюсовать вот этот вот крошечный салатик крошечный супчик и второе то получится 600 грамм дорогие друзья и плюс компот но когда мы брали эти крохоту личные обеды то у нас наоборот создавалось такое впечатление что тут есть нечего потому что все такое маленькое вы понимаете как все относительно и как все обманчиво то есть я ем то же самое если мою порцию вот 500 600 грамм разделить на 3 ну как бы салатик первое второе то получится что я ем как птичка то есть крошечными порциями вы понимаете а еще и компот мы в советские времена пили как я любила эти компоты из сухофруктов так что мои порции дорогие друзья это совершенно обычные порции из студенческой столовой но это я так отвлеклась к слову во вторых подруга стала в обязательном порядке пить один раз в день стакан томатного сока потому что ликопин стимулирует синтез коллагена я тоже ликопин уважаю но я его ела в виде томатной пасты и всюду добавляла потому что он защищает кожу от вредного излучения ультрафиолетового то есть я его употребляла для защиты кожи от солнца в третьих подруга стала больше есть апельсинов мандаринов грейпфрутов и кстати у нее на столе теперь стоит огромная такая хрустальная ваза но фруктовница такая огромная и там вот лежат один грейпфрут огромный апельсины и мандарина запах такой но и смотрит скажешь красиво украшение интерьера она сделала упор на фрукты и овощи с витамином c потому что витамин c помогает коллагену образовываться а помните я вам рассказывала что я тоже на в свое время ради коллагена пила по утрам стакан воды я туда клала ложку желатина вот этого сухого взбалтывала и насыпала кофейную ложечку порошка из шиповника именно для этих целей так и рекомендовалось в инструкции то есть пить желатин вместе с витамином c потому что они так лучше усваиваются но что такое там было объяснение я пила это какое-то время именно так но подруга любит цитрусовые поэтому ей в радость есть вот апельсины мандарины еще она планирует есть листовые зеленые овощи они тоже влияют на выработку коллагена в коже и яиц она тоже стала есть больше потому что в желтке как и в костном бульоне тоже коллаген содержится еще она купила семена чиа и сыплет их в йогурты она прочитала что это средство для омоложения кожи у меня кстати тоже семена чиа есть в небольшом правда количестве в смеси для моей каши вот кто помнит как я ее замешивала эту кашу и я туда сыпала размолотые семена чиа но правда немного там на всю кашу может 4 столовые ложки а я делала по 4 килограмма моей смеси сразу и я подумала что мне тоже неплохо поесть этих семян чиа насыпать ложку только не в йогурт я не люблю йогурты вы видите меня йогуртов не бывает я люблю творожки я тоже глядя на нее захотела так поесть буду в свои творожки понемножечку насыпать вот эти вот семена я вдохновилась ее идеей пока я ехала домой я решила тоже по возможности по коллагенится изнутри ну как говорится одно же другому не мешает волосы волосами коллаген коллагеном и как вы понимаете лишний белок волосам уж точно не помешает а скорее даже наоборот у меня есть помните я вам показывала сухой костный бульон вот надо мне его тоже каждый раз сыпать в еду у меня есть семена чиа вот зелень у меня конечно только напряженка потому что у меня на данный момент есть только замороженные укропа петрушка но иногда еще палки сельдерейные покупаю мне кажется что зелень вот такие крупные листья какой-то зелени они сейчас очень дорогие зимой это во-первых а во вторых вот лично у меня в близлежащих двух магазинах этих зелени нету то есть у меня там все по простому это надо куда-то идти в перекресток то есть куда-то в дальний магазин идти чтобы разыскивать вот эти зелени специфические но я думаю что я вполне могу купить вот обычную раннюю белокочанную капусту помните из нее салат делала она такая рыхлая у нее листья достаточно зеленые я думаю что это же тоже зелень наверное листовая и еще у меня есть замороженные брокколи я думаю что она тоже подойдет потому что брокколи это капуста зеленая значит тоже листовая у него же наверное тоже это листики называются вот эти штучки всякие так что дорогие друзья я сегодня съездила получила подарок пела хором приятно отдохнула и еще привезла идею коллагенизации дополнительной но конечно я уже тут заморачиваться не буду это точно ничего специально покупать не буду это точно я буду пользоваться тем что у меня есть и чем я пользуюсь редко я просто начну этим пользоваться чаще а вы дорогие друзья как вы провели сегодня 8 марта расскажите какие подарки получили это так интересно я очень люблю рассматривать подарки а сейчас дорогие друзья я немножко отдохну и лягу пораньше спать а в конце как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока